Илья Зубарев. Человек-активист, школьник, везде он стремится быть первым. Мы сейчас живем в очень классное время, вообще в самое лучшее, я считаю. У нас есть о великий интернет, из которого мы можем черпать безграничные знания. Любые видео, аудио, текстовые курсы. Играю на всем, чем только можно. На гитаре, на барабанах. На ложках дома игрешь? Тоже можно, да. На нервах родителей. Ой, всегда. Самая любимая, да? Любимая самая. Хотелось бы иметь, конечно, часов, ну, 108, но, к сожалению, только 24. Сейчас цветут тюльпаны и магнолии. Вот, расцветает. Так что очень прекрасно. Я бы, если ближе бы жила, бы каждую выходные прожила. Чжин Анчжэнь изобрели в Китае более двух тысяч лет назад. Его действие основано на законах взаимодействия магнитных полей. Вас приветствует канал Телемикс. Это программа Есть Тодей. Сегодня в студии Илья Селюдин и Ольга Муравьева. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Илья? Готовился ли ты? Само собой. Искал ли ты странные статейки в интернете? Оно притягивается ко мне просто. Я даже никогда не ищу, мне предлагается. Ну, наверное, неспроста. Есть такой алгоритм в поисковой системе. Так. Кто-то знает, что ты такие запросы закинул. В общем, ничего интересного, на самом деле, не было. Но вот один момент меня увлек и натолкнул на какие мысли. В общем, там история про даму, у которой в браузере, думаю, все понимают, что это такое. Интернет-окошка, пространство. Семь с половиной тысяч вкладок было. Это очень много, на всякий случай. И они разом у нее закрылись. И она давай паниковать. Она решила, что ее жизнь больше не будет прежней. Да. Во-первых, само по себе это очень странно, что человек трясется из-за этих вот самых вкладок, которых семь с половиной тысяч. Это невозможно вот сидеть и вот так вот перекликивать. А она неспроста, типа, это все дело хранила. Есть версии? Конечно. Как я. Я сейчас раскрою тайну себя. Вот я человек, который никогда в жизни не очистил свою электронную почту. Представь, сколько там писем. То есть это просто лень, думает Оля. Это не лень. Это, ну, с письмами, наверное, ну, просто у меня никак не дойдут руки. История с вкладками. Если у меня на компьютерном рабочем столе что-то закрывается внезапно, у меня начинается действительно паника, как это все найти. То есть я настолько привыкла вот удобно где-то под рукой. Если что-то не так, то, ну, правда, я не очень в этом человек продвинутый, чтобы знать, как там восстановить, как найти историю и прочее. Поэтому я могу понять женщину. Ну, она на самом деле не по-женски к этому расстроилась, а у нее по профилю. Она инженер-программист. А, тогда она должна знать. Но все равно это очень странно. Тогда моя версия не подходит. Семь с половиной тысяч вкладок. Это же сумасшествие. Почему меня это заинтересовало? Это напомнило мне явление такое. Накопительство. Плюшкины. Знаешь, что это за люди такие? Плюшкинство. Конечно. Вот. Люди, которые копят ради того, чтобы копить. Я подумал, так это же вот она, версия только цифровая. Оно ей вроде как возможно и не нужно. Семь с половиной тысяч страниц. Это не объять просто. Не, ну, узнав подробность, что она программист, тогда не знаю. Все равно. Ну, она восстановила там все равно. Ну, люди все равно в этом... Ну, как же в них разобраться, в этих всех? Вот. Я хотел обсудить этот момент с Плюшкинством. Но у нас, наверное, времени на это не хватит. Ну, давай мы сейчас посмотрим новости, а потом про Плюшкиных еще поговорим. Очень интересно. Не переключайтесь, друзья. Про Плюшкиных, господа. Как ты считаешь, быть Плюшкиным это хорошо, нейтрально или не очень? Смотря, наверное, что копить. У меня много таких среди родственников людей, которые прям вот... Лишь бы вещь была, одежда, какие-то там кружки, тарелки, в основном, это женского рода, женского пола. Родственники, но все равно. То есть ты себя к ним не относишь вообще? Ну, я заразился этой ерундой, знаешь почему? Потому что... Ну, я для дела. Я заразился для дела. Они просто так хранят, выбросить не могут. А я... Ну, вот у меня стройматериалы какие-то сохранились, там, от ремонта в квартире. Я их на балкон или себе там в коробку с инструментом. Но мне пригождается. Клянусь. И это не просто так оно лежит. Но жена говорит, надо выкинуть там мусор. Илюш, ты ремонт давно делал? Вот когда мы... Мы в процессе. Ну, вот лет через 10 скажешь, мне нужна ли была тебе вон-то палка белого цвета? А мне пригождается на работу. Смотри, я считаю, я немножко плюшкин. Я признаюсь вам. И очень часто, когда нужно что-то выкидывать, я учусь выкидывать. И иногда вот прям во мне просыпается золушка, который выкидывает вообще все. И куртку с деньгами внутри. Я помню. И как только это происходит, потом что-то случается. И думаешь, так, у меня же там была вот какая-то юбка. Вот эта ткань мне сейчас пригодится. Ты идешь за этой юбкой, понимаешь, я же ее выкину. Поэтому, ну, я все больше думаю, что всегда можно какой-то маленький кусочек чего-то пойти купить. Мы как бы не в джунглях живем и не в лесу. И поэтому, чтобы пространство было больше, дышалось лучше, все-таки надо выкидывать все ненужное. Да. Ну, я бы, наверное, так вот подвел. Если вы этой вещью не пользуетесь в обычное время, и о ней даже не думаете, то... Есть же даже какая-то временная рамка. Если ты вещью не пользовался там сколько-то, не знаю, год, или там не надевал год какую-то кофту, там, куртку, то можешь смело эту вещь... Вот со мной не работает. Я могу два года не надевать какие-нибудь сапоги, а потом надеть. И думать, о, какие классные. Почему их не носил? Вот это вот наша стариковская тема закончена, могла бы быть сейчас. Илья, давайте мы будем говорить ваше. Ваше, ваше. Наша. Ваше. Наша нет. И у нас гость сегодня такой тинейджер. Да. Молодой. А вот мы спросим, он выкидывает, не выкидывает речи? Ну, я хотел, знаешь, чтобы подготовить к встрече с ним... Пить будешь? Нет, парочку словечек, которые ты, возможно, не знала их значения, и дочка-то употребляет. А я тебе расскажу, что это. И давай попробуем Сигма. Слышала такое? Я даже гадать не буду. Даже гадать не буду. Мне, я думал, что это ругательство. А оказалось, что это... Вот есть у волков волк-одиночка. Знаешь, вот он... Есть альфа-самец, который стаи командует. Сигма, это те, которые волки-одиночки. Вот такие вот. Это в интернет-пространстве означает, ну, кто-то такой независимый, крутой, классный. Ты думаешь, подходят к нашему гостю? В том числе. Не, ну, я имею в виду... Это просто термин, а может употребить, и мы будем в ступоре сидеть. Давай еще один и будем... Так, ну, и давай, наверное, попробуем... Ну, кринжовый, потому что они часто употребляют. Ну, кринжовый, это, ну, вот кринж, это что? За что-то... Это испанский стыд. Да. Это я запомнила. Чувство стыда за кого-то или за какую-то ситуацию. За какую-то ситуацию. Ну, может, еще одно? Давай быстро. Имба. Вот это не знаю. Ну, это из игровой там индустрии. Это, значит, нечто какое-то, какая-то вещь, которая дает преимущество над остальными... Превосходство. Превосходство, да. Это именно вещь? Это нечто, что дает. Или чувство? Нет, нечто, что дает, какое-то ощущение чего-то. Прервемся, посмотрим ваши новости. Сразу после к нам придет замечательный гость. Вот у нас всякие даже штучки его уже есть тут. Не переключайтесь. В этот выходной я была на море, на бухте стеклянной. Вы не представляете, какая там красота. Во-первых, огромные волны, это очень впечатляет. Во-вторых, такой слой стекла. Я кроссовком пыталась его разгрести, не смогла, а там сантиметров 20. И оно все сияет, сверкает, это стекло. Ну, в общем, впечатлений много. В субботу мы были в ботаническом саду. Мне очень понравилось. Там сейчас цветут тюльпаны. И магнолии. Вот, расцветает. Так что очень прекрасно. Я бы, если ближе бы жила, по каждому выходной пришла. Да, просто так отдыхать. На садовом участке зацвела наконец-то груша, которая не цвела 8 лет. Для меня это очень хорошая новость. У меня родители живы-здоровы. Это для меня всегда самая хорошая новость. А так мы закончили проект 9 мая. И готовимся к 1 июня, к Международному дню, за счет детей. Это самая хорошая новость, чтобы дети всегда были счастливы и здоровы. Старший внук сессию отлично сдал. Сейчас средний внук заканчивает на практике, заканчивает технику, пойдет служить в родине. Внучка учится в 9 классе на отлично. Я рада за своих детей и внуков. А мы продолжаем наш эфир. И настал момент, когда я наконец-то могу загадывать желание. Потому что, с одной стороны, у меня Илья Силютин. Илья Ильич. Илья Ильич. С другой стороны, Илья Зубарев. Отчество как у тебя? Сергеевич. Ну, почти. Я думала, можно два загадать. Загадаю одно. Друзья, это наш гость, школьник, ученик 10 класса. Да. Активист. Спортсмен. Наверное, немножко музыкант. И немножко мой воспитанник. Вот с таких вот, знаю, с 2 класса. А еще он у нас уже был в студии несколько лет назад. Он тогда рассказывал, что ты изобрел какого-то робота. Робота-сборщика клубники. Сборщика клубники. С тех пор тыквы, может быть, уже собираем или не знаю. С тех пор прошло немало лет. Рассказывай. Нет, к сожалению, дальше прототипа это не пошло. Я перешел в другие сферы. Мне надоела робототехника. Я решил попробовать себя раскрыть в других сферах. Ну, вот это вот одна из них? Да, одна из них. Играю на всем, чем только можно. На гитаре, на барабанах. На ложках дома играешь? Тоже можно, да. На нервах родителей. Ой, всегда. Самая любимая, да? Любимая самая. Илья, мне кажется, ты, когда он попал к тебе в руки, еще маленьким мальчиком, ты его чему-то плохому научил. Нет, на самом деле я его первоначально не заметил, потому что встретились мы не на занятиях по робототехнике, а в лагере пришкольном. Он из другой школы оказался там. Потом бегал, бегал. Илья Ильич, Илья Ильич. Потом раз пришел на робототехнику ко мне. Ну, и с тех пор мы знакомы. А ты сразу увидел в нем какие-то задатки человека, которые прям... То, что он очень активный и воспринимал все, что я говорю, это я заметил. Но работали мы с ним, кстати, не говоря, недолго, потому перехватили. Ну, а теперь и он сам преподает. Вот так вот внезапно. Между прочим, он школьник. Это напоминаю. Но это не менее растет. Для меня, Илья... Я когда его увидела несколько лет назад, первый раз, я была в приятном удивлении. Как человек, который еще школьник, что-то там и зарабатывает, и столько у него активностей. А почему позвала тебя? Открой секрет сейчас. Я где-то тебя... А, я встретила тебя на концерте. И сидит, я понимаю лицо его. У него какие-то... У тебя были какие-то красные волосы. Что-то такое яркое. Да-да-да-да-да. И я такой думаю, вот это подрос. Надо узнать, что же в его жизни происходит. Ну, видно, что ты активист. Это круто. Да, это очень круто. Сколько в твоих сутках времени? Хотелось бы иметь, конечно, часов, ну, 108, но, к сожалению, только 24. Ну, вот бывает, что поздно ложишься, рано встаешь. Бывает. Жалко ночью спать. Естественно. Столько всего можно сейчас сделать ночью. Зачем вообще спать? Что ты делаешь ночью, например? В основном я делаю, наверное... Я уроки откладываю на вечер. Либо же, если я все сделал, я занимаюсь какими-нибудь другими активностями, либо по движению первых, либо же... Ну, так как ночью уже особо не поиграешь, соседи будут не особо сильно рады этому, то я обычно учу какой-нибудь язык. Например, сейчас учу китайский. А какой уже выучил? То есть сейчас китайский. Какой в прошлом? Я вообще люблю максимально много разных языков учить. Я учил немецкий, я доучил, да, один. Я учил эсперанто. Я учил... Вообще был такой странный период. Мне понравился якутский. И... Японский. Ну, такой радостный. Давайте посмотрим прогноз погоды. Так, мы вернулись в студию. И сейчас будем расспрашивать с пристрастием моего бывшего ученика, который внезапно стал преподавателем. Еще будучи... Коллега. Не то, что школьником 16-летним. 13? 14. 14 лет. Занимался робототехникой у меня. Я уже ушел к тому времени. И он... Ну, пенсию, Илюша. Ну, пенсию. Пенсию. Как? Как тебя... Как тебя твой руководитель... Подметил? Как тебе доверил? Да. Все очень легко. А... Об этом вообще в целом весь я. А... Всегда нужно быть первым. Как и у нас, собственно говоря, в движении. Об этом спросим позже. Ага, хорошо. А... Я... Когда мне исполнилось 14 лет, я написал своему руководителю... Хочу. Хочу работать, да. Хочу, возьмите меня. Это был сентябрь, и уже в декабре я впервые вышел на работу. Но тогда я был просто помощником тренера, потому что, ну, еще... Неопытный был, да? Педагогика, да, еще слабота была. Потом, через полгода, я когда уже набрался опыта, я уже самостоятельно вел свои занятия. Страшно было? Нет. Ну, не верю. Ну, ты приходишь, тебе 14, перед тобой 10 ртов с вот такими глазами. Так они маленькие все, наверное. Я был в восьмом классе, мой самый старший ученик был в девятом. Ну, начинают баловаться, на ушах стоять. Что делать? Педагог, без стажа. В первое время со мной был помощник, ну, я был помощником тренера, поэтому с ним всегда был взрослый. А после я уже подметил разные педагогические методы для успокоения и другие темы. Снимать ботинок и стучать по столу? Конечно! Главный педагогический метод. Ну, не знаю, голос повышал. Это в ООН работает только. Чего? В ООН. До свидания. Голос повышал? Да, было. Признаюсь. Мы осуждаем такое. Да. Ну, бывает. Кричать на детей нельзя. Кричать нельзя. А как ты считаешь, лучший педагог, ну, ты еще школьник, это строгий педагог или педагог, который такой немножечко своего? Везде нужно соблюдать золотую середину. С одной стороны, не особо строгим быть, но такое себе. С другой стороны, нужно иметь какую-то свою фишку, свой прикол. Какой у тебя был прикол, когда ты преподавал? Я очень эмоциональный. Я там у детьми на уроках часто там выражал свои мысли, жестами активно. Я думаю, там, о-о-о, это вот так, это вот так. Дети смотрели на меня и такие, вау, он весь такой эмоциональный, он такой отклик. Крутой, наверное, тренер. Но это твоя эмоциональность природная. Ты же не учился этому специально. То есть она у тебя есть и так. Да. Это круто. Я видел это. Был, ощущал на себе эту эмоциональность. Иногда он возмахивал крылом, и ты получал полку, или как ты ощущал? Нет, нет. Да он маленький был, он не дотянулся. Не допрыгнулся. О чем речь-то? Нет, все в этом нормально было. Короче говоря. Молодец. Люблю таких активных школьников. Прервемся. Давайте посмотрим рекламу. Оставайтесь с нами. Вас приветствует канал Телемикс. Это такая русская вариация. Или не ольгинская вариация. Потому что вместо фарша, мяса и прочих вещей у нас будет красная рыба, творожный сыр, огурцы и сама лепешка мексиканская. Ну и представь нашего гостя уже. Илья Зубарев. Человек-активист, школьник. Везде он стремится быть первым. И, кстати говоря, он про это вопрос может быть. А можно я сначала вот открою вот этот ларчик с секретом? Давай. Во-первых, давайте расскажем, что это сделал ты. Да. Вот я пока открываю ларчик, а ты говоришь, что это? Это напечатанный на 3D принтере дракон и яйцо для него. Это вот, скажем так, ларец его. Дело в том, что в последний год я увлекся 3D-печатью и печатаю сейчас различные такие вот интересные штуки. Например, вот, пожалуйста, дракон. Вот это это просто что-то волшебное. У него каждый кусочек независим. Очень круто. Ну-ка, Илья, разоблачи себя. Что это не ты сделал. Это я сделал. Ну, в смысле, давайте так. Модель сделал не он. Но напечатать это, я вам скажу, по опыту очень тяжело. То есть работа на 3D-принтере – это навык. Просто так к этому делу не подойдешь. Поэтому, чтобы все зрения работали, нужно очень заморочиться. Поэтому... А я хочу себе такого. Без проблем. 100 рублей. И 50 часов ожидания. Так, выведите, пожалуйста, гостя из студии. Мы это конституционируем просто. Слушайте, а почему цвет переливается? Это какая-то материальная? Это специальный пластик, да. Меняющий цвет. Он переливается. Вот какой красивенький, очень крутой. Но яйцо покажи, яйцо это он придумал. Яйцо ты придумал сам, да? Яйцо, да. Ты, короче, у кого-то слямзил идейку с этим дракончиком. Нашел в интернете. А потом решил, что дракончику нужен домик. На 3D-принтере работать тяжело. Поэтому вот это тоже навык. Взрослый не каждый сможет. Я точно не знаю. Тяжелое дело. Да. Он у тебя дома стоит? Да. Прикольно, он стоит на столе, радует меня. Я смотрю на него, думаю, моя работа. И радуюсь. Это к вопросу о том, что он везде поспел. И в движение первых. Вот расскажи, как в твоей жизни появилось это направление развития? Ой, это получилось очень неожиданно. Дело в том, что я в то время был очень сильно загружен абсолютно всем. И мне пишут... Чего-то не хватало в жизни еще, да? Ну, как? Мне... Чуть-чуть. Мой классный руководитель пишет, Илюш, мы открываем первичное отделение на базе своей школы. Нам нужен председатель. Ты у нас самый главный аквилист в школе. Поэтому давай ты тоже будешь там. Я... Позвольте одну паузу. Давай мы уже решили, это будешь ты. Один вопросик. Объясни, пожалуйста, людям, что такое движение первых? Чтобы они понимали, что это, куда это? Движение первых это, по сути, как раньше пионеры. Мы сейчас, ну, допустим, я как руководитель что делаю? Я организую мероприятия, в которых участвуют мои дети. То есть я как руководитель, у меня, допустим, есть план мероприятий на май. Я придумываю, что будут дети, кто это будет делать. Ну, в общем, такие руководящие моменты. А сами дети уже эти мероприятия организовывают, и, собственно, в них участвуют. Ну, ты контролируешь, курируешься. Да, все верно. Все, теперь как руководитель. И тебе звонят, говорят, есть предложение, ты не можешь не отказаться, не думать, ты уже с нами. Да. Вот так я и стал. Насколько это легло какой-то ответственностью сверх того, что у тебя уже было? Там, робототехника, школа, что-то еще. Это интересный опыт. Я раньше не занимал руководящие должности. Сейчас в моем первичном отделении у меня около 40 моих детей-активистов. Самое сложное – всеми микро-руководителями распределять, знать, кто что может, кто зачем, кто как. И, собственно говоря, достигать лучших результатов. Потому что у нас есть рейтинг среди Уссурийского городского округа. Ну, и чем больше мероприятий делаешь, чем круче, тем больше у тебя рейтинг. За рейтинг потом разные... Вы на каком уровне? Сейчас мы одно из лучших привычных отделений в Уссурийском. А смотри, вот ты говоришь, я не имела опыта руководящей должности. Вот сейчас у тебя есть, например, когда с тобой хотят твои дети пообщаться, ты говоришь, записывайтесь у секретаря ко мне или нет? Нет, напрямую пишут. Хорошо. Это здорово. Ну и какие вот в последнее время были мероприятия? Как это выглядело вообще? Самое последнее, самое крупное мероприятие. Мы с детьми выходили на стадион. Была акция весенней прогулки. Я организовал детям, скажем так, квест по командообразованию. Вот, я очень часто бываю в лагерях, у меня оттуда очень много опыта, и я взял оттуда как раз-таки тигры на командообразование. На 9 мая мы, скорее всего, пойдем на площадь, тоже будем участвовать в акции «Бессмертный полк». Украшаем школу, допустим, сейчас на 9 мая. Проводим очень часто классные встречи. Мы вот рассказываем ребятам, вот, допустим, на день предпринимательства будем рассказывать о пророссийском предпринимательстве. На день «Защиты животных» рассказывали про как раз-таки животных Красной книги России. Откуда ты черпаешь идеи? Ну, вот идешь по городу, по странам, смотришь, о, кошка, о, бездомная, надо что-то с этим делать, не знаю, о, бабушку через дорогу перевезти. Вот, или ты в интернете как-то, или это твои дети, твои активисты, которые в вашем движении, они тоже что-то предлагают. А тут как? Движение вообще создано… Какая идеология движения? То, что движение создают сами дети. То есть часть мероприятий у меня разработают, конечно, мои дети. Я им предлагаю, говорю, вот есть такое мероприятие, можете разработать свои мероприятия в рамках этого, в этой акции, вот, и его провести. Часть идеи я придумываю сам. Я очень творческая личность. Мы заметили. Да. Слывает вот так вот, бум, и я такой, ааа, это классная идея, чтобы реализовать ее. Ну, я реализую ее. Я наблюдаю за тобой в социальных сетях и обратила внимание, что ты частый гость, например, лагеря Океан. Как так? Ну, я знаю, что вроде бы туда можно попасть раз в год. Все в Раке, можно чаще? Можно чаще. Что надо делать? Есть у нас, получается, конкурсы от РЖД, есть конкурс, и еще пару партнеров, от которых можно также поехать, дополнительно, российское географическое общество, от них можно поехать дополнительно еще один раз, ну, от каждого в Океан. То есть цель у тебя попасть в Океан, потому что тебе там понравилось, и ты под это все подбираешь какие-то конкурсы, истории, участвуешь, и вот ты молодец. Да. Я понимаю. А когда ты учиться успеваешь в школе? Ой, это очень сложный вопрос, для активистов он вообще самый такой, самый главный. Или тебе так ставят оценочки? Говорят, о, он же активист, он же движение первых, сейчас вот нарисуйте пятерочку. Нет, часто приходится, допустим, тоже сидеть ночью, допустим, какую-нибудь презентацию сделать, либо же какой-то материал учить дополнительно вне уроков, ну, и вот таким образом зарабатывать оценки, нагонять предмет. Нет, он не из той категории детей, которые на халяву все делают. И увидят люди, что он в пределе, поэтому... Поэтому что? Лояльны просто преподаватели, вот. Но не дают ничего даром. Ну, хотелось бы верить. Вот, ну, у тебя, кроме вот этого вот активности твоих, вот, ты нам принес помимо 3D-моделей еще и музыкальные инструменты. Да. Так, это про что? Как так вышло? В какой-то момент я вообще никогда к музыке не было никакого пристрастия, никогда и не занимался. Я пришел на занятия пробные по барбанам, и меня в моменте как творческого человека захватило. Я понял, что вот здесь я могу свою творческую личность реализовать. Это начало... Мне очень сильно понравилось. Ну, это не барабаны, Илья. Это, да, это перкуссионные инструменты, они созданы в основном, чтобы аккомпанемировать к гитаре, допустим. То есть сидишь с другом, друг играет на гитаре, там, допустим, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, и ты такой... И получается очень хорошая, такая дружеская, красивая атмосфера. У тебя кто-то играет на гитаре хорошо? Да, сейчас очень много кто играет на гитаре. Ну, ты говоришь, вот сидит, друг, например, играет, и ты ему подыгрываешь. Да. А ты не пробовал? Я тоже на гитаре играю. Да что ж такое? Есть в этой жизни что-то не умеешь? На кардионе еще не играл. Слава богу. А петь не умеешь? Печь. Ну, я занимался бокалом год, вот текущий год. А дошел до уровня то, что в целом уже лучше, чем раньше было. И мне этого уровня пока хватает. Ну, например, блины печь ты не умеешь? Блины я умею печь. Илья, спроси у него что-нибудь, поставь. Молодого человека в неловкое положение, он скажет, не могу. По-китайски умеешь говорить? Ни хао. Не, ну вообще-то ты нам за кадром говорил другое. Что ты учишь китайский. Ну да. Ну и вообще, ты отношение свое к обучению, ты сказал, что можно, находясь очно нигде, допустим, не в школе, все познавать. Вот как, через какие ресурсы, да, это все это делаешь. Вот языки ты говоришь учу. Да. То все. Мы сейчас живем в очень классное время, вообще в самое лучшее, я считаю. У нас есть о великий интернет, из которого мы можем черпать безграничные знания. Любые видео, аудио, текстовые курсы. Слушаешь, читаешь в дороге, на велосипеде, там, или просто вечером захотелось тебе поизучать? Поизучал. На любые абсолютно темы. Робототехника, программирование, музыка, там, готовка, все что угодно. Открываешь интернет, смотришь, если тебе это реально интересно, и учишься. Что сейчас ты вот в разработке, так скажем, того, что ты в ближайшее время планируешь изучить? В разработке Stop Motion мне очень понравился, это покадровая анимация. И сейчас, ну, китайский изучаю, тоже понравился. Вот ты тоже за кадром делился, что, возможно, будешь образование свое получать где-нибудь, да, в Китае? Да, хочу, наверное, в Ухань, либо в Хармин поступить, думаю. То есть, ну, ты буквально, вот уже тебе остался этот год, и еще один, и нужно определяться с профессией. Ну, да. А вот ты такой активный, где ты себя видишь? Честно, я даже не знаю. Столько всего сразу открывается, ну, я же везде есть, вот, и столько возможностей. Наверное, вообще, я хотел быть бы точно каким-нибудь социально активным человеком, я хотел бы развивать Приморский край. Я просто очень люблю нашу малую родину, и хочу вот, чтобы наш край, вот, знаете, вот так, чтобы можно было гордо сказать, что это вот наша родина, это вот наша самая лучшая в России. Ну, развивать нашу родину нужно же в качестве кого-то, не знаю, программиста, там, учителя, историка. Наверное, я бы хотел больше в роли политика какого-нибудь. Ух ты. Там, опора России, где-то вот частное предпринимательство, наверное, в этой сфере крутится. То есть, возможно, у нас тут, как, будущий какой-то важный человек сидит, или нет? Может быть, может быть. И мы с тобой будем в старости вспоминать, когда нам будет 70. Но пользоваться этими знакомствами я не буду. Ты честный? Да. Молодец, я тоже. Ну, это сейчас, а за кадром... Не, абсолютно. Не, не. Нам это ни к чему. Слушай, забавно. Мне почему-то казалось, когда я впервые тебя увидела, еще, да, там, наверное, лет 13 было, и вот, как ты общался с детьми, как ты там развел какие-то программы в робототехнике, я прям такая думаю, вот это вот точно будущее ученого в этом направлении какое-то. Возможно, да. Я еще думаю. Может быть, ученым пойду, может быть, политиком, может быть, где-нибудь в инженерной сфере. А вот смотри, занятие робототехникой, существует мнение, что оно помогает развиваться в математике и в технических всяких науках. Как ты, вот, на фоне школы, помогает тебе? Очень помогло, особенно, когда началась физика в восьмом классе, нет, в седьмом классе начинается сейчас, когда все там ребята проходили рычаги, а я такой сижу на уроке и такой, рычаги, и это еще в третьем классе прошел. Ну, об этом даже я рассказывал, по-моему, как раз. Похвалю тебя. Ну, не то, чтобы, нет, я себя не хвалю, просто говорю, что это факт. Ребят, впервые у вас, давайте посмотрим рекламу, оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш эфир, и напомню, что у нас сегодня в гостях школьник-активист Илья Зубарев. С другой стороны, Илья Силютин готовит нам вкусный перекус. Да. А у меня вопрос, вот пока вы смотрели рекламу, друзья, я узнала, что человек еще и волонтер. Да. Зачем тебе это? Я люблю общаться с людьми очень сильно. А мало общаешься в движении первых, в музыке, на улице? Ну, просто не хватает, хочу еще больше. Даже не то, что говорить, я люблю помогать людям. Волонтер – человек, который помогает в первую очередь людям, наверное. Мне очень понравилось, я был на форуме в 2023 году, форум на волне, в ДВФУ был. Я бы тогда был волонтером встречающим-провожающим, я людей встречал на ЖД-вокзале и отвозил их на форум ДВФУ. Ну, подруге я им там рассказывал про Владивосток, про Приморский край, какой он крутой, ну и всякое такое. А вот у меня возник неожиданный вопрос. Позволь, я назову тебя полиглотом. А ты когда-нибудь думал, что, возможно, когда тебе будет лет 35, ты уже будешь вообще все знать? Не потеряешь ли ты интерес и вот эту бесконечную тягу к познанию, наполнению, насыщению себя? Вдруг коробочка переполнится, как быть? Ой, нет, я думаю, нет. Я такая личность, я люблю схватывать случайные знания из разных сфер. Так, зацепился, оп, взял, зацепился, взял. Я думаю, до 35 лет я перепробую, наверное, вообще абсолютно все, что есть в этом мире. Так, а жить, например, до 80, что оставшиеся 45 делать? Развиваться в том же, в чем уже начал развиваться. Так ты уже оп, уже схватил. Ольга, поаккуратнее, в тоску сейчас гонишь человека на таком раннем этапе взрослого. А это будет потом? А ты, мне кажется, не кладешь туда рыбу. Я вообще-то специфические варианты для нашего гостя готовлю. У него аллергия на рыбу, я готовлю ему с яйцом. Главное... Все получат все, что хотят. Не переживай, все будет. Чекушать хочется, Илья. Все будет. Расскажи еще очень интересный момент для меня. А можно я, подожди, тебя перебью? Мне по этому волонтерству интересно. Ты же помимо, в общем, волонтерства, ты же еще по робототехнике волонтерствуешь. Вот что там, какие у тебя задачи? Фестиваль есть в Владивостоке такой специально, который мы пересекаемся, извини, что перебил. И вот Илья там как раз волонтер. Твои задачи какие? Там я был помощником судьи. Я помогал судье, собственно говоря, судить участников. А в целом на форумах и на соревнованиях я люблю быть, наверное, человеком, который бегает и всех организует. Который вот самый активный такой. Так может тебе бегом просто заняться, да и все? Мне велосипеда уже хватает. Велосипед не то. Когда икроножные мышцы работают, вот соприкасаясь с землей, это гораздо лучший результат. Ну, я попробую. Попробуй. Кстати, в спорте я еще не развивался, это хорошая идея. Вот, запиши в свой красный блокнотик. А как так? Везде уже развивался, а в спорте нет. Не хватает просто времени уже. Давайте посмотрим рубрику «Не переключайтесь». Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я расскажу вам про изобретение, которое принадлежит Китаю. Это компас. Стрелка компаса, который по-китайски называется «Джин Анджэнь», указывает на север и юг. «Джин Анджэнь» изобрели в Китае более двух тысяч лет назад. Его действие основано на законах взаимодействия магнитных полей. Древний «Джин Анджэнь» был похож на ложку, которую устанавливали на абсолютно гладкой бронзовой пластинке. Когда ложка находилась в состоянии покоя, ее ручка показывала на юг. Затем ложку заменили маленькой стальной иглой, и «Джин Анджэнь» стал легким и удобным в использовании. Более 600 лет назад знаменитый китайский мореплаватель «Джин Хэ» во время семи своих путешествий использовал для навигации «Джин Анджэнь». Благодаря этому замечательному предмету он смог добраться из Китая до берегов Восточной Африки и Красного моря. Изобретение «Джин Анджэнь» способствовало развитию мирового мореплавания. Я Иван Лауши. Увидимся на следующей неделе. До свидания. А мы продолжаем, Илья. И у меня вопрос. Вот ты, когда попробовал многие сферы, многие сферы успешно, да? То есть там условно в 13-14 лет ты уже получал какую-то зарплату. Ну там и не 200 рублей в неделю, а побольше суммы, когда мог себе позволить что-то. Как ты считаешь, вот на этапе, когда ты в десятиклассник, в перспективе у тебя ЕГЭ, поступление куда-то учиться, насколько современный человек, который учится к выпускным классам ближе, должен много времени и надо ли уделять учебе? Насколько учеба важная составляющая подрастающего поколения? В школе учеба. На самом деле в школе учеба очень важна, я считаю, потому что она развивает человека в различных сферах. Вот я раньше этого не понимал и думал, да зачем мне это биология? А сейчас понимаю, что, допустим, многие знания из него мне бы на самом деле пригодились бы в жизни. Поэтому все зависит от того, ну вообще в школе надо учиться, потому что все эти знания, они пригодятся по-любому. Они как минимум развивают человека и делают его гораздо умнее и, скажем так, более приспособленным к жизни. Но вообще все зависит от твоего жизненного пути, кем ты хочешь быть. Ну в 13 еще мало кто понимает. Да. Вот ты, например, в робототехнике был, ну в том возрасте, думал, ну какой целеустремленный гений будет. А ты раз и завязал с ней, пошел в другое направление куда-то. В жизни такая штука. Сегодня одно, завтра другое. Словами младенца мы будем тестить. То есть надо записывать? Да, конечно. Несите мне блокнотик. Помечу. Ну и Оля хотела еще спросить меркантильный. Вопрос. Задать вопрос. Да. Ага. Как вот потеряв эту финансовую подушку... Сложно ли было тебе перейти на рельсы, когда ты стал менее финансово, независимым от родителей, например? А, ну когда я уволился, да, было непривычно. Допустим, я раньше ходил там, брал себе салоцезарь, кушал его там каждый день, не был счастлив. А когда я уволился, то денег у меня не стало, логично. И, скажем так, для кого-то это будет сложный момент, потому что нужно полностью перестроиться. Абсолютно новый лад. То есть, допустим, я стал больше ездить на велосипеде, чтобы на автобусах экономить. Стал больше питаться дома, чтобы, ну, потому что не питаться в магазинах. И так как я человек очень открытый и человек, который приспособлен, наверное, вообще ко всему, очень гибкий, то мне было довольно-таки легко перестроиться. Я потерпел недельки три, а потом просто вошел в этот ритм. Сломка какая-то была. Была. Цезарь хотелось. Цезарь хотелось. Но я был сильнее. Ну, это тоже такое преодоление себя прикольное. Да. Это ты... Искутания. Лет 15 тебе было, да, когда ты ушел? Это было недавно, буквально вот три месяца назад. А, то есть ты совсем недавно... А, то есть у тебя совсем недавно ломка прекратилась. Нет, на самом деле ломка это буквально, наверное, месяц и все. Быстро переговорил. Друзья, ваша новость. В этот выходной я была на море, на бухте стеклянной. Вы не представляете, какая там красота. Во-первых, огромные волны. Это очень впечатляет. Во-вторых, такой слой стекла. Я кроссовком пыталась его разгрести, не смогла. Там сантиметров 20. И оно все сияет, сверкает, это стекло. Ну, в общем, впечатлений много. В субботу мы были в ботаническом саду. Мне очень понравилось. Там сейчас цветут тюльпаны. И магнолии. Вот, расцветает. Так что очень прекрасно. Я бы, если ближе бы жила, бы каждую выходные пришла. Да, просто так отдыхать. На садовом участке зацвела наконец-то груша, которая не цвела 8 лет. Для меня это очень хорошая новость. У меня родители живы-здоровы. Это для меня всегда самая хорошая новость. А так мы закончили проект 9 мая и готовимся к 1 июня, к Международному дню, за счет детей. Это самая хорошая новость, чтобы дети всегда были счастливы и здоровы. Старший внук сессию отлично сдал. Сейчас средний внук заканчивает на практике, заканчивает технику, пойдет служить Родине. Мучка учится в 9 классе на отлично. Я рада за своих детей и внуков. Так, мы завершили нашу передачу почти. Аппетитно? Аппетитно. Аппетитно это кисадилия с красной рыбой, наша вариация отечественная. Кто в гостях был? Илья Зубарев был. Активист, парень, который везде и всюду готов поучаствовать. Он везде поспел, мне кажется, это про Илью. Вот. Отлично мы провели время. Поболтали обо всем. Или почти обо всем. О том, что в чем ты заинтересовался. А он к нам еще придет. У него там истории на много лет вперед. А мне хочется очень, чтобы такой активный молодой человек, который десятиклассник, у него впереди экзамены, новая жизнь, студенчество, чтобы он что-то пожелал нашей уссурийской молодежи. Илья, буквально пару слов вот туда. Я бы хотел пожелать нашей молодежи быть первыми, ничего не бояться и участвовать во всем, что вам предлагают. Это круто. Прям девиз у нас такой получился. Ну, а мы сейчас выключим свет и начнем кушать наше вкусное блюдо. Свет-то зачем? Чтобы не видеть, то сколько свет. Я же считаю. Я немножечко еврей. Друзья, спасибо, что были с нами. Всего доброго и до скорых встреч. Всем пока. До свидания.